Директор нового общественного телевидения Первого канала. В одном из своих последних интервью Владислав Листьев сказал, что ему очень нравится работать и что еще все впереди. Таким он и запомнится нам, как человеком, которого убили в полном рассвете его творческих сил и планов. Еще ранним утром у дома на Новокузнецкой улице, где жил Владислав Листьев, начали собираться люди, желавшие проводить его в последний путь. Накануне после панихиды в Останкино гроб с телом Листьева привезли сюда. Около 10 часов к подъезду подъехал черный катафалк. В половине 11-го курсанты одного из московских авиационных училищ вынесли гроб и уложили его в машину. Траурная процессия, проехав сквозь собравшуюся у дома толпу, направилась мимо Кремля в сторону Тверской и остановилась у храма Воскресения Славущего на улице Неждановой. Здесь митрополит Полоколамский и Юрьевский Петерим отслужил панихиду поубиенному. В церковь, кроме друзей и близких Листьева, смогли войти только журналисты. Тысячи людей, пришедших проститься с Владом, ждали окончания церемонии на улице. После того, как она закончилась, траурный кортеж двинулся в сторону Ваганькова. В начале 3-го гроб на руках пронесли через ворота кладбища. Прошу прощения, мы получаем все новые подробности о том, как проходили сегодня похороны. На церемонии похорон присутствовало не более трех сотен человек. Родные, близкие, коллеги Владислава Листьева, представители власти, деятели культуры, небольшая группа журналистов. В церемонии прощания с Листьевым на кладбище приняли участие, в частности, глава администрации президента Филатов, мэр Москвы Лужков, лидер фракции «Выбор России» Егор Гайдар, вице-спикер Думы Челенгаров. В четверг, как обычно, должна была состояться очередная программа «Час-фик» Листьева. И уже на месяц вперед было записано, кто должен быть гостем в его следующих программах. У него должен был появиться Андрей Вознесенский, Григорий Горин, Пьер Карден, многие другие. Теперь многие из тех, кто выступал в его программах, пришли сюда, чтобы проститься с ним. А снаружи с утра собралось примерно 10 тысяч человек. Но их не пускали по просьбе родственников, чтобы не создавать давки. Для охраны общественного порядка был создан оперативный штаб Главного управления внутренних дел Москвы. Примерно на полтора часа было остановлено движение на беговой полиции. После того, как состоялась церемония прощания с Листьевым, после этого был открыт доступ на кладбище народу. И до самого позднего вечера, вот до самых этих минут, туда шел народ. Вот, поэтому до последнего момента там находился наш специальный корреспондент. С минуты на минуту мы ожидаем репортаж от нашего корреспондента. А пока обратимся к другим сегодняшним событиям. А теперь вернемся в Москву. Только что мы получили сообщение, что в эти самые минуты продолжается возложение цветов и винков к могиле Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище. Только что оттуда вернулись наши специальные корреспонденты. А к Ваганьковскому кладбищу народ стал подходить с раннего утра. Около 11-ти приехал ОМОН, а затем и конная милиция. Силами ГУВД Москвы были перекрыты все подходы к кладбищу. Прессу не пускали. В начале 3-го траурная процессия подошла к Ваганьковскому кладбищу. Сегодня здесь были государственные деятели и артисты, политики и тележурналисты. Здесь сегодня хоронили Владислава Листьева. Тебя назвали Владом Владиславом. Мы с пяткой назвали тебя Владушка. Очень трудно говорить в эти минуты скорби. Говорить о том, что мы должны сделать у себя в собственном доме. Чтобы подобное варварство. В истории человечества были народы, которые исчезли. Может быть мы такой народ. Потому что мы что-то не поняли или не сделали. Я в Бога не верю. Ты уходишь, но знаешь, что страха у нас нет. Никто ничего не боится. Владислава Листьева похоронили недалеко от входа на Ваганьковское кладбище. В нескольких метрах от могилы Владимира Высоцкого. Оставшиеся за оградой кладбища десятки тысяч людей ждали своей очереди отдать последнюю дань Владиславу Листьеву. Убит весною в первый день. Но благодарный зритель не забудет, включая телевизор каждый день. Им хорошо при этом заплатили. Убийца с нами или среди нас. Кто заплатил, того определили. Он думу думает за нас. По утверждениям некоторых источников, президент Ельцин установил для правоохранительных органов некий срок, за который они должны раскрыть убийц Листьева. Какой именно срок не называется. И если чиновники хотят избежать крупных неприятностей, им придется укладываться в установленные рамки. Поимка убийц Владислава Листьева, похоже, одно из наиболее важных дел, над которым сегодня работает столичная милиция. Во всяком случае, складывается именно такое впечатление. С момента покушения в доме по Новокузнецкой улице продолжают работать следователи. Из всех бытующих версий, возникших после опроса соседей и жителей близлежащих домов, одна представляется наиболее вероятной. Когда тележурналист, приехав после эфира домой, вошел в подъезд, за ним последовал убийца. Кот, как всегда, не работал. Обернувшись, Листьев увидел мужчину с оружием. И прежде чем раздался выстрел, он инстинктивно успел загородиться правой рукой. Пуля прошла на вылет через предплечье. Выронив портфель и телефон, журналист побежал вверх по лестнице. Преступник догнал его и вновь выстрелил. Пуля, попав в голову, стала смертельной. Криминалисты проверяют все до мелочей. Какие сигареты курят соседи, кто и где был. Снимают отпечатки пальцев, чтобы методом отбора найти следы убийц. Вчера ГУВД распространило фотороботы предполагаемых преступников. Мы решили проверить, все ли работники милиции имеют их на руках. У вас, вам выдали копию фотороботов на убийц Листьева? А когда вам выдали? Второй день. Второй день, да? Я сегодня пришел первый день работы. То есть у всех постовых, у милиции есть эти фотороботы? Объехав пол Москвы, мы не встретили ни одного поста, где бы не было копии фотороботов. В некоторых отделениях приводят подозрительных лиц, но после проверки выясняется, что они невиновны. ГАИ останавливает и проверяет иномарки темного цвета в большинстве БМВ и Мерседеса. В то же время большинство из журналистов не верят, что действия столичной милиции приведут к положительному результату. И без того сложной работе, по словам милиционеров, мешает и неразбериха, возникшая из-за заявления об увольнении начальника ГУВД и московской прокуратуры. В разгар следствия снимать руководство значит уменьшить и без того достаточно небольшие шансы поймать убийц. Андрей Черкасов, Игорь Савченко, НТВ, Москва. Как сообщили сегодня информационные агентства, на встрече в четверг мэра Москвы Лужкова с президентом Ельциным не поднимался вопрос об увольнении прокурора столицы Пановарема и начальника столичного управления внутренних дел Панкратова. По словам очевидцев, Лужков сказал, что он позже позвонил Ельцину и выразил свое недоумение по поводу заявления о возможности отставки этих людей. И Лужков выразил также мнение, что если это произойдет, то это вызовет неразбериху в правоохранительных органах и будет на руку тем самым силам, которые борются против представителей законности. Сегодня ночью мы получили информацию о том, что генеральный директор Логоваза Борис Березовский дает показания в качестве свидетеля по делу об убийстве Владислава Листьева. Прибыв на место, мы узнали, что Борису Березовскому также был предъявлен ордер на обыск, который не состоялся ввиду того, что все необходимые документы, касающиеся создания общественного российского телевидения, были сразу же предоставлены. В три часа утра, после девятичасового выяснения отношений между Березовским и правоохранительными органами, председатель Логоваза заявил журналистам следующее. Действие напоминает очень сильно провокацию. И я продолжил уже с большей уверенностью попытку решить этот вопрос на другом уровне. И господа получили прямое указание, не действовать в том духе, в котором они действуют, от российских властей. А господа представляли московские власти. Ну, это как бы их приостановило, но не остановило. Сегодня утром мы предприняли попытку выяснить, с чьей санкцией проводились действия в штаб-квартире Логоваза. Однако в московской прокуратуре нам заявили, что следственная бригада сейчас работает где-то поблизости, но неизвестно где. То, что вы сейчас увидите, снималось скрытой камерой. Они здесь два дня поработали, очень много народу, поэтому и в другое место перебили. В следственном же отделе московской городской прокуратуры нам ответили следующее. Пустой издание, в субботу и в воскресенье нет никого, в понедельник прекратить. Трубно предположить, что следствие взяло отдых на выходные дни. Но очевидно то, что его работа окружена тайной. Между тем, Борис Березовский считает, что убийство Владислава Листьева носило политический характер. Тем не менее, оно не сможет изменить стратегию задуманных перемен на канале Останкина. Вадим Глускер и Владимир Фомин, телекомпания НТВ, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова